Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы с коллегой Софией обсудим проблему бессонницы. Конкретную проблему – можно ли сойти с ума из-за бессонницы? В формулировках запросов, писем и просто наши пациенты, когда приходят на прием, часто используют такое выражение, что они настолько плохо спят, что боятся сойти с ума. И мы обсудим, возможно ли это. Прежде всего, влияет ли бессонница на психику человека и как? Конечно, бессонница – это достаточно серьезное заболевание или серьезное расстройство, которое может ухудшать качество жизни человека. Она может вызывать депрессию, она может вызывать тревогу. То есть у человека снижается настроение, у него развивается ощущение порой даже бесцельности существования. То есть человек не видит перспективы. Если он каждую ночь плохо спит, понятно, что он себя отвратительно чувствует и кажется, что жизнь закончилась и без сна можно сойти с ума. Нет, от бессонницы вы с ума не сойдете. Бессонница может вызывать проблемы с психикой, но это не истинные психические расстройства, которые мы как психиатрические болезни расцениваем. Без сомнения, может возникать тревога, может возникать депрессия, может возникать ожидание неприятностей. Но понятно, что если человек каждую ночь не спит, то как себя чувствует человек? Да ужасно он себя чувствует. У него теряется ощущение перспективы, он раздражительный, он со сниженной работоспособностью, он не может общаться с близкими. То есть в этом смысле, конечно, он испытывает массу проблем в плане ухудшения качества жизни. Но в то же время, еще раз подчеркну, это та ситуация, которая несет некую физиологическую составляющую. Понятно, как любая функция, а сону-то у нас генетически определенная функция, если ее не выполнять, человеку становится плохо. Ну давайте будем меньше кушать, давайте будем меньше, в конце концов, дышать. К чему это приведет? Да, вообще-то говоря, если мы вообще будем лишать человека сна, то он в конце концов может умереть. Но это будет физиологические, нарушение физиологических механизмов. Что касается того, что еще приводит к чему проблемы со сном? Теряется воля. Вообще говорят, человека не нужно пытать. Просто 7 суток ему не давайте спать, он на все согласится. Он подпишет все бумаги, он расскажет, что он там, не знаю, английский шпион. И так далее, и так далее, и так далее. Но дайте ему поспать, и он все согласен только за то, чтобы поспать. Это тоже проблема бессонницы. Проблема бывает, что обостряются различные соматические проблемы. Может повышаться артериальное давление, может обостряться бронхиальная астма, может обостряться язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. То есть, конечно, еще раз, сон, как генетически определенная функция, может вызывать нарушение сна, может вызывать массу проблем. Но сойти с ума от того, что человек не спит, невозможно. Все-таки, если человек потом отоспится, психика тоже восстановится, и человек, в общем-то, будет здоров. Тут еще стоит разделять бессонницу и полное отсутствие сна. Потому что полное отсутствие сна гипотетически, если человека бесконечно заставлять не спать, оно может привести к каким-то необратимым изменениям. А от бессонницы с ума еще никто не сошел, если не был до этого сумасшедшим. Ну, может быть, обострее. Вообще, по идее, если как это скрытая психиатрическая патология, то, по идее, расстройства сна могут ее как бы вызвать. Да, то есть, она становится явной. Вот в этом смысле, наверное, можно сойти с ума, но это фактически у человека было скрытое психиатрическое расстройство. Но что еще чрезвычайно важно, нужно понимать, что есть действительно истинное отсутствие сна. И ложное, или так называемое, нарушение восприятия сна. В принципе, если мы вообще человека лишаем сна, то через трое суток он становится недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы, он не может кушать, он заснет с ложкой супа, он не может разговаривать, он заснет во время разговора, он даже ровно идти не может. Он остановится, заснет, а может быть, даже где-нибудь прислонившись там и упадет. Если мы порядка пяти-семи дней, то человек начинает вообще теряться, где у него сон, где реальность, то есть он уже перестает воспринимать нормально окружающую обстановку. И в этом смысле иногда возникает такая ситуация, приходит пациент и говорит, доктор, я две недели вообще не сплю. Причем он с работы, он ухоженный, но девушка накрашенная, она с тобой нормально разговаривает. Такого не бывает. Хотя человек в этом истинно убежден, он не врет, он истинно думает, что он не спит. Но это феномен нарушения восприятия сна. И при тяжелых бессонницах он действительно бывает, когда человек спит, может быть, плохо спит, с пробуждениями спит, но он спит. А в целом, если мы за месяц померяем то время, которое он спит, до бессонницы и на фоне бессонницы, получится, как ни странно, одно и то же время. Но у человека теряется ощущение сна. Об этом можно еще отдельно поговорить, почему это происходит. Но здесь я просто хочу сказать, что не бывает вообще не спящих людей. Итак, уважаемые зрители, мы поняли, что сойти с ума от бессонницы невозможно. Хотя, конечно, она может существенно испортить качество жизни, снизить работоспособность, радость от жизни вы не будете испытывать. Если таковые проблемы у вас есть, заполняйте анкету, присылайте ее нам. Мы проанализируем и дадим вам рекомендации. А также подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.